привет друзья началась всемирная шахматная олимпиада началась еще позавчера в общем решил я тоже поучаствовать в освещении каких либо интересных партий но прежде всего надо было решить что именно я буду комментировать все таки полноценные обзоры проходят в этой олимпиаде идет Сергей Юрий Шипов многие шахматисты делают обзоры сыгранного тура своих роликов то есть наиболее интересных партий я решил поступить чуточку иначе и так как у меня скоро будет тренинг по защите каракан начнется первый я решил комментировать партии сыгранной в защите каракан ну естественно все партии сыгранной в защите каракан комментировать не буду хотя просматриваю их все потому что есть партии которых там подставляется фигура уже на пятом ходу одной из сторон просмотр таких партий ничего зрителям не даст на мой взгляд и поэтому ну конечно же в первую очередь буду комментировать партии сыгранная нашими шахматистами и вот в первом же туре что меня приятно поразило на двух досках была разыграна защита карака это в партии карякина сергей сыграл остановил свой выбор за черных на этом дебюте и что меня еще раз приятно удивило в ход c4 это атака панова то есть как раз тема для моего первого тренинга конь f6 конь c3 е6 ну в этой позиции на мой взгляд сильнейшим подом является g6 очень многие шахматисты играют конь c6 тоже там очень много интересных вариантов есть линия со слов g5 есть линия с конь f3 которая долгое время считалась ничейной но сейчас кажется современное состояние теории говорит что вроде здесь у белых есть шансы на получение перевеса ну и ход е6 тоже очень гибкий ход после коня f3 у черных две основные возможности 3 это слон b4 на мой взгляд сильнейшая слон е7 сводит к позиции в эсферзиевого гамбита слон b4 сводит к позиции в защиту немцовича и ход конь c6 ход конь c6 на мой взгляд наиболее неудачный потому что вот здесь как раз очень сильно считается c5 с дальнейшим слон b5 взятием на c6 с захватом пункта е5 и как это не удивительно в первом же туре была сыграна партия вот как раз на тему этого варианта поэтому значит мы не будем удивляться что Сергей Корятин знает какой ход самый сильный в этой позиции слон b4 а белые все перекутали они сыграли уже здесь c5 то есть здесь в белых выбор между продолжением cd конь д5 слон d2 и ходом слон d3 не опасаясь взять мc4 белые готовы потерять темп ну и тоже получается очень интересная позиция с изолированной пешкой тоже современное состояние теории такое что вроде примерная равенство а вот ход c5 неудачный потому что черный конь с b8 не вышел пешка c5 не может быть подкреплена путем а3 b4 и после b6 белым приходится размениваться очень важный момент черные могут взять серзио могут взять пешку Сергей взял пешкой объясняю почему в любом случае у черных что на а7 что на b6 это островок то есть потенциальная слабость и очень важно чтобы у белых было количество слабостей больше после рокировки черные разменялись и мы видим что у черных одна потенциальная слабость а у белых две причем куда более реальные на них нападать прочее и очень важный момент после того как черные провели размен путем b7 b6 у них слон выходит на a6 то есть неизбежно разменивается у белых возникла структура называемая изолированной парой если бы пешки на d5 не было то на поля d5 и c4 удобно располагались черные фигуры но и наличие пешки d5 никак не портит позицию черных задача белых сейчас постараться побольше поменять поэтому ход слон g5 не представляется правильно а теперь задача белых провести c3 c4 мое мнение отдать поле d5 поменять как можно больше слона на f6 тоже разменять иначе ну иначе вы увидите что произойдет белые не сообразили что им нужны размены но сейчас на c4 наверное ладья а3 будет достаточно неприятным белые как бы пешку c3 защищает но c4 проводить не собираются и более того они даже на f6 бить не хотят и мое мнение что вместо fb3 стоило взять на f6 и пойти конь d2 а уж в ответ на h6 тем более стоило разменяться на f6 и пойти конь d2 да позиция черных намного лучше но до слабости c3 и a2 еще надо добраться ну скорее всего Сергей бы выиграл эту позицию но после слона e3 у белых совершенно беспросветная позиция конь идет на e4 нападать на c3 при случае перебрасывается на c4 размен коней выделен как раз черным в отличие от размена слона на коня слон на e3 очень пустой и сейчас белые потеряют пешку от b4 защититься очень тяжело красивый удар конь c5 если коня не брать то конь идет либо на d3 либо на f4 а если взять то белые в лобейном окончании уже потеряли одну пешку плюс пешки c3 и a2 слабы и черные наносят симпатичный завершающий удар сначала делают порточку а потом прорываются по линии c ну и здесь насколько я понял белые сдались так как на король h2 последует выигрыш херзе это уже первая партия которую я увидел она меня сильно порадовала во многом подтолкнула записать вот этот ролик вторая партия наш шахматист играет белыми в том же матче ход e5 e5 ход очень серьезный и на данный момент является самым популярным закрытая система переживала очень непростые времена где-то в 80-е года прошлого века 70-е 80-е немцович вообще считал этот ход очень безобидным хотя сам иногда его делал дело в том что после слоны в 5 все считали что слона f5 надо разменивать как раз если его разменять пространственный перевес белых не столь ощутим сейчас стали играть иначе белые просто игнорируют слона f5 а черным надо заботиться о его сохранении то есть надо считаться с тем что при случае белые сыграют конь h4 и съедят слона вот возникла своеобразная таби основным ходом здесь за черных является конь bd7 и дальше очень длинный теоретический вариант показывать не будет наверняка мы еще знаем средний на этом турнире черные сыграли вместо этого конь g6 ход неудачный хотя вроде грозят попасть конем на f4 но их туда не пустили а слон f5 стоит немножко неустойчиво слон e7 слон e7 это было бы очень серьезной идеей если бы можно было разменять конь h4 коней сейчас конь на g6 стоит совершенно безобразно и после конь e1 выясняется что от угрозы g4 и f3 поимки слона можно защититься единственным способом ну коню на f8 делать тоже нечего его приходится ставить на d7 но конь пожиратель темпов то есть черные проманеврировали за 4 хода попали на поле d7 помешали коню b8 войти в игру и неудивительно что Дмитрий Яковенко достаточно быстро организовал здесь серьезную атаку причем быстро и в то же время неторопливо мы видим что белая развитие фигур закончить не забыли а вот у черных и вторая лошадь прыгает туда-сюда ну да в общем дальше было дело вкуса как обыгрывать Дмитрий обыграл очень красочно на мой взгляд хотя мог и попроще действовать так перейдем в следующий партию в следующая партия встретилась в матче армянской команды черными играл очень неплохой шахматист Ванесян за 2.600 у него рейтинг и давно уже при том что он достаточно молодой шахматист и белые избрали такую очень коварную систему дело в том что грозит конь f4 при случае грозит h4 и на h6 конь f4 если черный конь выйдет на f6 то надо считаться с тем что вперед побежит пешка f рокировка f4 f5 один из возможных планов но черные к ходу f4 готовы они поэтому не развивают коня на f6 раньше времени возврат на f4 черный конь выйдет на e7 и f5 провести хорошей редакцией точно не удастся ну вот минус теперь висит слон на g6 и приходится избавляться от чернопольного слона если сыграть слон h7 то белые выскочат с разъем на e4 конем на h5 то есть возникнут большие неприятности на королевском фланге в эту позицию я несколько раз сыграл основным ходом за белых здесь является ферзь e2 и после рокировки белые обычно делают длинную рокировку со сложной игрой у черных есть свои козыри например конь d5 слона прогнали и готовят наступление на терзиевом фланг или b5 потом афия как-то так но в этой партии последовал ход c3 и ну черные поставили ловушку вдруг слон d6 последует препятствуя рокировке к этому ходу два вопросительных знаков так как после конь d6 теряется слон ну белые естественно не зевают убрали пешку h4 из-под боя и не хотят попадать под b5 a5 рокировали позиция крепкая у белых преимущество двух слонов главный недостаток конь на g3 стоит не очень хорошо и пешка h5 потенциальная слабость дальше последовала сложная борьба нас интересует в первую очередь дебютная стадия потихонечку черные переиграли противника спровоцировали давайте дойдем до этого момента позиция примерно равная у белых подвисает пешка на h5 но черные не могут ее сразу забрать и вот они ходят туда-сюда и белые решили сыграть на победу насколько я понял последовала конь g4 и такая жертва качества хотя может быть здесь уже поздно зря слона на a2 перевели так как если ладья отойдет черный ферз может на f4 выскочить под c5 вполне возможен то есть белые может быть уже вынуждены жертвовать качеством у них есть две пешки за него но до черного короля не добраться у черных достаточно для черной ладьи достаточное количество открытых линий здесь есть угрожая ферзь e1 и в общем-то черные проникают в неприятельский лагерь посмотрите ну не за это жертвуется обычно качество не для того чтобы попытаться построить вот такую крепость вокруг короля в общем черные очень быстро добрались до пешек да уже одна пешка за качество и сейчас пойдет повторение то есть с керзьевым флангом белых проблем и король тоже прикрыт плохо следующая партия юлдашев саин очень сильный шахматист у них защита каракан разникла вот из скандинавской почему я считаю что атаку панова надо изучать за оба цвета да пожалуйста не хочется вам играть против скандинавской основные варианты после второго хода конь f6 сыграйте c4 d4 и вот мы получили атаку панова в чистом виде так давайте мы за белых это посмотрим потому что саин играет белыми конь c6 то есть тот топ вариант про который я вам рассказывал конь f3 и на e6 c5 то есть белые хватают пункт e5 чернопольный слон белым нужен на диагонали h2 b8 и они его туда и ведут при этом белые конечно не возражают против размена чернопольных слонов пешку c5 они укрепили черные кажется что вот у них стесненная позиция и они все делают правильно они разменивают лишние фигуры на самом деле с каждым разменом увеличивается сила защищенной проходной пешки c5 и белые сейчас уже готовят конь b5 и конь d6 вот эта позиция уже очень тяжелая для черных приходится брать в белых не просто защищенная проходная на c5 но еще и опорные пункты на c6 d6 слабость на a7 в общем черные пожертвовали фигуру но легче им от этого не стало пешка c7 пешка c которая была на c5 в общем-то прошла следующая партия уже менее известная для меня шахматисты была классическая система и слон d3 безобидный на мой взгляд вариант белые не двигали пешку h но этот вариант очень популярен почему-то в интернете у черных на мой взгляд очень хорошая игра где-то a5 a4 возможно где-то c5 поле f4 можно использовать поле b4 какие-то варианты белые стоят и пытаются ничего не делать получить преимущество двух слонов им не удалось вот эта позиция она тоже она объективно конечно равная но на мой взгляд играть намного проще черного поле d5 нет плохих фигур но черным надо поменять побольше поэтому ход ладья d8 на мой взгляд является ошибкой но белые помогают черным менять побольше и в какой-то момент шахматист игравший черными сообразил что размены в его поле потому что с каждым разменом белым все сложнее заезжать пешку d4 и белые поля то есть белый слон ходит только по черным полям а вот черный конь может прыгать по полям любого цвета ну и финальный зевок конечно тоже симпатичный но надо сказать что белым на мой взгляд уже не хорошо на херз g5 последует херз е1 шаг и херз бьет f2 с угрозой кони в третье а так черные выиграли две пешки и уверенно реализовали и так среди женщин тоже это встретилось партия мурбекова сарксян это вот безобидный вариант слон d3 который был популярен в начале прошлого века считалось что сильного слона f5 надо разменивать здесь черные сыграли чуточку иначе считается что никаких проблем у черных нет после хода ферза 6 на самом деле некоторые проблемы есть они связаны с тем что очень сложно захватить инициативу все таки пространство у черных меньше но здесь черные решили сыграть иначе и на мой взгляд получили похуже позицию то есть у белых есть такая идея сыграть конь g3 и на взятие взять не hg а fg потом вернуть ладью на f1 и начать использовать линию f то есть ход h5 не очень хорош в этом плане после хода hg у черных понятная игра на ферзевом фланге они проводят а5 ну и на королевском тоже сильнее черных потихоньку они победили идем дальше хухашвили это из сборной грузии шахматистка тоже атака панова тоже e6 тоже слон b4 как партия кариатин ну вот здесь более опытная шахматистка конечно она не играет c5 а идет вариант с изолированной пешкой и шансами создать атаку на короля слон e7 это все теория ход a3 это защита пешки d4 то есть одна из идей черных сыграть конь b4 и либо забрать слона d3 либо забрать на d4 а вот b6 ход мне не очень нравится потому что здесь появляются у белых тактические возможности напали на h7 и угрожает конь бьет d5 ферс бьет d5 слон e4 приходится ходить конь f6 снова завис конь на c6 зависла на h7 коня с темпом убрали теперь не так просто найти хорошее поле для ферзя то есть позиция очень опасная на d5 не пойдешь на d5 не пойдешь из-за конь бьет f6 и слон e4 а после ферзь d8 выясняется что проблема с защитой ладьи f8 черные решили пожертвовать качество не совсем мне понятно что им мешало при этом еще и пешку h7 не отдавать хотя ход ладья d1 очень неприятный грозит ладья d1 и у черных ферзь на d8 еще оказывается в опасной зоне ну и с ладьей a8 тоже возникают проблемы здесь черным хотя бы ферзя на c8 удалось поставить но тоже у белых чистое лишнее качество и дальше дело вкуса как реализовывать я бы пошел в клон e4 в этой позиции и постарался просто разменять лишнее более как сказать темпераментные шахматисты конечно без черной пешки на h7 предпочтут белыми сыграть на атаку ну и в общем то слон вернулся в игру черный король ослаблен и партия тоже долго не продолжалась следующая партия неизвестная для меня шахматисты совсем тоже атака панова я бы и не приводил эту партию но вот другой вариант cd и конь d5 здесь основной код слон d3 код слон c4 известен нам по партии ботвейник то есть патриарх советских шахмат очень любил этот вариант и хотя предпочитал белыми играть закрытые дебюты в атаку панова шел с большим удовольствием трансформация структуры была изолированная пешка стала изолированная пара она может стать как слабой если черным удастся заблокировать белые поля так и может позволить белым организовать атаку на королевском фланге сейчас стараются на c3 раньше времени не бить то есть у черных есть нормальный ход в рокировках конь c6 но хотя все равно все переходят видимо в эту же линию ход ферзь c7 на мой взгляд немножко неудачный белые и так хотят построить батарею ферзь d3 слон c2 то есть им слон на c4 особо не нужен а тут черные подталкивают вместо слон e3 конечно я бы на месте белых отошел слон b3 тут еще при случае изолированной пары мы могли получить висящие пешки слон может быть на b2 бы вышел или на g5 и у белых неплохие шансы на получение преимущества слон e3 немножко пассивно h3 вообще не туда и в итоге черные отлично расставили свои фигуры белые зевнули качество на этом мы остановимся там были еще партии но видите уже пошли зевки у женщин сейчас посмотрим может быть система петросяна смыслова тоже черные никаких трудностей не испытывают и потихоньку переиграли неискушенного противника ход c5 на мой взгляд для черных не очень хороший и вот здесь после белые вместо принципиального ответа dc тут два принципиальных ответа у белых dc и кони в 3 с дальнейшим c4 попытка все вскрыть и доказать что c6 c5 это потеря темпа белые безобидные c3 избрали и у черных лишний темп по сравнению а то и два темпа по сравнению с обычными вариантами в защите в закрытом каракане снова у черных все хорошо так еще одна партия из атаки по новой тоже cd слон d3 здесь черные решили съесть пешку d4 но это не так просто а3 на самом деле можно было ее отдать я вот как-то съел такую пешку и меня шахматист который представлял узбекистан а жил в новосибирске по фамилии карпов александр обыграл ну просто очень хорошо очень красиво и наверное я как-нибудь эту партию прокомментирую а3 ход немножко не точный у черных вполне нормальная игра конь на а4 не пойми что делает b6 тоже на мой взгляд черным играть не надо конь c5 не угроза там последует конь d4 то есть вот эта позиция у черных на мой взгляд в ней полный порядок можно было пойти слон f6 напасть на пешку d4 можно было рокировать ход b6 не точность ну раз слон встал на b7 смог попасть на b7 у черных в общем-то тоже нормальная игра то что здесь сделали белое в дальнейшем не является бежать классическим продолжением и мы смотреть это в общем-то не будем у черных на мой взгляд здесь полный порядок хотя конь бьет d5 надо считаться коня с d5 им стоило увести на f6 а белые не бьют в общем на мой взгляд обе стороны разыгрывают не очень хорошо этот вариант так еще одна партия здесь встретилась конь f6 и белые решили не брать на f6 на мой взгляд полный бьет f6 сильнейший ход после коня g3 я например продолжал здесь c5 в основном ход он g4 тоже вполне достойный у черных нет плохих фигур c5 они подорвут можно было уже прямо сейчас это сделать c5 на dc взять на d1 и на c5 конь на g3 не очень хорошо стоит в общем проблем у черных нет а конь с b8 мог выйти вообще на c6 что для каракана редкость ну для классических структур редкость так еще два а вот еще одна партия из атаки панова почему мне не нравится ход пол g5 несколько лет назад в павлодаре меня очень хорошо здесь черными обыграл берег оккозов казахский международный мастер и вот этот же самый вариант у нас был и эту партию возможно я тоже прокомментирую здесь у черных никаких проблем нет то есть белые также хотят использовать силу пешки c5 но ситуация немножко не та которая в варианте с e6 кольца 6 у белых нет сильного поля e5 то есть кольц e5 не поддерживает пешку c черный слон не дурак дураком на d7 а уже расположен на e6 и может перебазироваться хоть на d3 а пешечная структура на королевском фланге у черных такая что позволяет двигать пешке от короля и ничего черным за это не будет в общем ход f4 тоже конечно симптоматичный у белых уже просто плохая позиция сейчас слон выйдет на f5 на a3 у белых слабость на d4 слабость лошади не имеют ни одного отворного пункта а вот на b6 только но как мы видим поле b6 для белой лошади ну совершенно не нужно и вскоре черные победили вот на этом да на этом у нас обзор первого тура заканчивается партии где зевали фигуры в один ход я даже включать не стал просто выкинул партии которые были новым караканом я тоже разбирать не стал потому что на мой взгляд новый каракан это вот линия где черные играют g6 новый каракан на мой взгляд все таки больше относится к защите уфимцева вот и поэтому я его не разбираю эти партии тоже не разбираю на этом я с вами попрощаюсь постараюсь сегодня выложить обзор второго тура и даже третьего просто есть некоторые технические сложности технический директор в отъезде помогать никто не может приходится все самому спасибо за внимание ёппер САТ и этот ролик видимо мне придется записывать заново это Продолжение следует...